В этом видео я подробно объясню, каким образом я буду покупать дивидендные акции в свой дивидендный портфель в этот коронавирусный кризис 2020 года. Однако начну с небольшого лирического отступления. Для тех, кто вообще не в теме, ничего не понимает, я объясню, что я здесь делаю, с каким подходом я смотрю на рынок и зачем мы здесь вообще собрались. Вы могли видеть много на моем канале в последнее время обзоров рынка с мыслями довольно тревожными, потому что фундаментал сейчас so-so, экономика сейчас в рецессии и вообще я жду какого-то сильного обвала, но это не значит, что я буду сидеть там полгода-год вне рынка, а полгода-год там может быть какая-то такая волатильность в канале в боковом, может быть даже будем еще подрастать до падения, то есть я не буду ждать там полгода-год до падения, я буду методично постепенно выкупать акции и в этом видео объясню с оглядкой на что и на какие уровни. Почему? Почему я не буду ждать падения, хотя в теории, конечно, оно здесь должно быть, и я предупреждал вас о нем довольно много. Просто потому, что на это есть несколько разумных причин. Во-первых, я практикующий трейдер, как вы знаете, торгую криптовалютой с 2017 года и с конца 2018 инвестирую на фондовом рынке, заработанные на криптовалюте деньги. То есть у меня есть определенный баланс на рынке криптовалюты, который составляет определенный процент от моих общих финансов, которые я кручу-верчу. И если на рынке криптовалюты там цена вообще ходит туда-сюда, независимо ни от чего, здесь все-таки попроще как-то анализировать, там она может куда угодно, с какой угодно силой сходить, и может там зарабатывать от минус 50% годовых до там плюс 100% спокойно. Это реально разброс, который встречался в моей работе. То здесь все-таки процент разброса поменьше, и когда ты зарабатываешь в месяц там определенную сумму, а потом твой общий капитал на рисковом рынке становится настолько высоким, что тебе психологически тяжело держать эти деньги на этом самом рисковом рынке, когда там плюс-минус 10% за день может быть скачка, и тебе действительно тяжело, ты не выдерживаешь эмоционально, и принимаешь неверное торговое решение. В этот момент ты уже понимаешь, что надо диверсифицироваться. И вот в конце 2018 года я начал диверсифицироваться и пришел сюда в первую очередь с целью накопления и сохранения тех средств, которые заработал на рынке криптовалюты. Это было очень правильным решением, и до сих пор я этому моменту следую. Соответственно, я не хочу, это вот первая причина, я думаю, что она основная, но еще есть несколько дополнительных причин, которые не менее важны, но основная причина, которую я для себя определил, просто это мой подход, который фактически на фондовом рынке сопоставим с подходом пассивного инвестора. Месяц прошел, деньги вывел, деньги получил, деньги завел на фондовый рынок, купил акции, сохранил средства, увеличил свою дивидендную доходность. Вы видите, что у меня здесь куплены в основном дивидендные бумаги, они отстают там от S&P 500. Я делал недавно на канале обзор, сколько у меня получилось заработать там за вот эти там полтора-два года, как я инвестирую, можете посмотреть на YouTube, найти. Так вот, я здесь с точки зрения пассивного инвестора, но это не значит, что я буду покупать там акции сегодня, акции завтра, рынок на пике, все-таки я буду ждать снижения, но каким образом и на что вообще оглядываться буду в ближайшее время, я расскажу чуть позднее. Переходим ко второй причине. Я не буду ждать падения, просто по имиджу и причинам. У нас здесь нет продвижения трейдинга. Я не пропагандирую трейдинг, я не пропагандирую такой подход, что ты завел деньги, смотришь там, рынок вырос, надо продавать или держать все в кэше. Рынок упал, надо покупать. Я не пропагандирую такой подход, я просто инвестирую средства и параллельно рассказываю, что происходит в экономике. То, что происходит сейчас, да, мы видим там раз в 10 лет рецессия, а коронавирусный кризис там вообще беспрецедентный в мире был за всю историю. Да, и про это я рассказываю, но это не значит, что я сейчас все продам, все выведу и буду сидеть в стороне. Это два. То есть я пассивный инвестор, я не продвигаю трейдинг на ютубе, я продвигаю финансовую грамотность и инвестиции. Вы можете считать, что угодно, вы можете считать, что, Артем, ну ты же сам говоришь, что сейчас рецессия, надо все продавать, вы можете все продавать. Я продавать все не буду, я долгосрочный инвестор, я буду только наращивать свои позиции. И наращивать я их буду, в том числе и на падения. Вот вопрос, на каких уровнях и на что я сейчас оглядываюсь. я покупал акции все время каждый месяц за исключением месяца июля подходит концы скорее всего я еще август подожду тоже за рынком понаблюдаю потому как ну действительно покупать там особенно на какие-то большие серьезные суммы сейчас ну это в принципе неразумно тем более ждал там два месяца нужно все-таки чего-то выждать и четкую стратегию с плавным заходом выработать частично я уже сейчас выработал весь август я буду корректировать и все вправке я естественно буду вам показывать и рассказывать о них я выбрал для себя по 500 вот мне открыт здесь график спая это и тф на 503 уровня на которых я в принципе буду загружать акции у меня час акции на счету там сколько нам на пять с половиной миллионов у меня из свободных средств после покупки квартира я купил квартиру тоже говорил в инстаграме много мыслей почему-то мне в тик токи есть информация почему и на ютубе тоже говорил пару отсылок к этому решению но в целом вот я купил квартиру мне еще остались деньги плюс еще там что-то заработал за этот месяц этом около трех миллионов суммарно денег имеется который в теория мог бы инвестировать на фондовом рынке но я этого делать не буду по текущим уровням я буду сейчас пока что ждать падение весь август пересматривать свою позицию оглядываясь очень много на фундаментал в августе в многом также видите роликов по поводу там что мы в рецессии какие улучшения какие ухудшения это буду отслеживать очень тщательно очень пристально не буду показывать вам но пока что я наметил для себя следующие моменты это падение на 20 процентов от текущего максимума который был установлен феврале 2020 года по снг ну по спай в данном случае на 20 процентов падение получается там с трех тысяч четырехсот пунктов ну по спай это получается 340 там 338 да там 270 то есть 2700 по снг это будет первый уровень загрузки где буду частично покупать потом если будет падение продолжаться и рынок упадет на 30 процентов от установленного зимой максимума это получается 235 по спай или 2350 по снг и я загружусь еще дополнительно в свой дивидендный портфель ну и 40 процентов и отметил максимум то есть я постараюсь максимальную сумму которую мне сейчас лежит в кэше загрузиться в акции когда вот рынок упадет на 40 процентов это не значит что я буду ждать обвал это есть в целом я подожду месяц может быть там даже два посмотрим в августе все и 1050 раз пересмотрю и могу продолжить покупать в принципе по текущим ценам но естественно очень осторожно естественно там не на все что у меня скопилось в этой самой так называемой подушки безопасности и естественно не на существенный процент по чуть-чуть понемножку постепенно потому что внимание в теории то что мы сейчас находимся в рецессии она может пройти и без какого-то существенного падения вот это падение 30 процентов она в принципе могло как раз таки и отыграть всю рецессию в теории внимание я все-таки жду какую-то там вторую волну или как хотите так называйте но в теории она может там постоять по флотить а экономика может восстановиться я много раз вам показывал ситуацию давайте покажу еще раз по поводу корпоративных прибыли просто пишем corporate profit и сравниваем с с 5500 заходим в экономику corporate profit и в прошлом мы видели такой момент в том же допустим 2000 году ну хотя там много таких моментов было нажимаем сравнить сравниваем со сомки 500 и мы видели много таких моментов ну вот как пример тоже dot com кризис dot com of пузыри dot com в 2000 год где у нас corporate profit там на месте стоял акции стремительно росли они потом упали на 50 процентов да ну я сейчас не про это допустим акции растут ну там какая-то волатильность наблюдается там не знаю как 30 50 процентов но какая-то волатильность наблюдается или там она плюс минус там на месте стоит но потом просто подрастает корпоративная прибыль ну наверно пузырь dot com of все таки это не такой хороший пример как можно было бы можно было привести ну вот допустим здесь что там шестьдесят пятый год ну да наверно шестьдесят пятый год обратите внимание сейчас очень похожая ситуация то есть у нас там если открыть с на 500 сейчас чуть позже покажу там вот такая же волатильность такие же качели такой же расширяющийся треугольник вот такой же абсолютно и в это время у нас стоял корпоративный профит после налогов а потому что произошло ну да там откат какой-то получается на 30 процентов который у нас уже прошел кстати поиски 500 тут на 50 окей тут на 50 нас на 30 прошел может быть еще раз пройдет не знаю посмотрим но в целом такая же фигура часто эти там вот это вот волна расширяющегося треугольника а потом просто что а потом просто начала подниматься прибыль и фактически s&p 500 хотя тут кстати не видно это более мелкий на фрейм нужно открывать чтобы увидеть да даже дневной почему-то тут не показывается но я вам сейчас все это наглядно покажу так вот в теории цена может акции остаться на текущем уровне а корпоратив профит просто подрасти акции будут торговаться на этом же уровне на этом же значении и вся рецессия весь кризис будет по факту отыгран почему потому что сейчас мы видим невероятно низкие ставки которых не было довольно давно там были у нас получаются хотя на самом деле если посмотреть по истории давайте чтобы вам не врать fed fans тоже может прям тут глянуть у нас не так давно там с 2008 года ставки там практически нулевые вообще на самом деле такого насколько знаю не было раньше так давайте объем уберем сейчас 500 ну были это когда-то низкие ставки но не нулевые не нулевые все-таки ну да это получается вот уже там с 2000 с 2000 годов начали уменьшать там с 2008 но близко к нулю то есть нулевые ставки что это значит а это значит что те активы которые там раньше приносили условно там 100 рублей они стоили раньше определенную там цифру там 500 рублей скажем но вопрос а почему они стоили 500 рублей да все зависит от ставки если там ставка была условно там доходность 20 процентов ну соответственно 20 процентов годовых там 100 рублей актив стоит 500 рублей к примеру говорю если ставка в 10 раз ниже 2 процента то там 2 процента доходности 100 рублей ну соответственно актив будет стоить уже 5000 рублей без переоценка такая может быть и сейчас при низких ставках в принципе в теории активы который сейчас стоит дорого они могут продолжать оставаться на дорогом уровне а потом просто постепенно доходность увеличится то есть к чему это я в теории мы можем наблюдать сейчас пузырь такого такого класса что пузырин будет пузырем какое-то время он сдуваться не будет просто будет стоять на месте или там какая-то волтельность будет небольшая несущественная а потом просто фундаментал потянется через там год два-три то есть в теории рецессия может быть и без падения там на 50 процентов я это понимаю и ждать тьму моря погоды не стоит мы тут не практикующие трейдеры на фондовом рынке я там торгую криптовалютой здесь пассивно инвестирую и не продвигают такие идеи поэтому буду покупать акции буду покупать их постепенно сейчас выделить для себя уровне в ожидании падения но впоследствии там если это падение не будет я буду смотреть за фундаменталом теории чуть-чуть начнет улучшаться в теории хотя на самом деле сейчас когда все было плохо он рос начнет улучшаться начнет падать вот даже не удивлюсь так произойдет в теорию начинает улучшаться по чуть-чуть постепенно и возможно буду двигать эти уровни чуть выше заодно чуть-чуть докупая даже на максимальных значениях я хочу продвигать на ютубе концепцию пассивного инвестирования как делают и всегда и все время но то что сейчас рецессия ситуация такая неординарная неоднозначная да тем не менее тем не менее какого-то падение потом за закуп на дне ну естественно такого на канале вы скорее всего не найдете не увидите что же мы с ним поделился пишите в комментариях что думаете по этому поводу можете задавать какие-то вопросы я обязательно постараюсь на самое интересное из этих вопросов ответить всем спасибо всем удачи подписывайтесь на подписывайтесь на канал если были здесь впервые плюс я оставлю ссылочки в описании на такие штуки как мой instagram и telegram там контента я даю больше например мой telegram выглядит следующим образом он бесплатный контент и этом даю по своим инвестициям по своим мыслям в том числе по курсу доллара многие спрашивают на в комментариях что там по курсу доллара я про доллар говорю довольно редко на ю тубе но в том же вот допустим телеграме я пишу про доллар достаточно постоянно 14000 человек им полезно ему интересно думаю что он тоже это будет актуально все спасибо всем удачи